Редко кто задумывается, что когда мы бродим по улицам Рима, мы ходим поверх античных улиц, которым более двух тысяч лет. И находятся они на глубине шести и более метров. Когда начинается какое-то строительство, то обязательно находят слой земли, который интересен археологам. Сразу же приостанавливается строительство и проводят археологические раскопки. Бывает так, что археологические находки переносят в другое место, например, в музей. А бывает так, что они остаются там же, где их и нашли. Например, под банком, рестораном или даже под жилым домом. Позже поймете, что я имею в виду. Рим – удивительный город. Его прошлое не только окружает нас, но и наслаивается само на себя. И поэтому Рим часто сравнивают с итальянской лазаньей. Остатки самого античного и императорского Рима находятся внизу, а более современные слои города располагаются уже выше. Несколько лет назад в новостях сообщили, что на холме Авинтин была найдена мозаика времен императора Адриана. Я потерла ладошки и сказала вслух, что скоро и мы ее увидим. Прошло несколько лет, и я опять услышала в новостях, что открыли для посещения так называемую археологическую шкатулку на Авинтине. Я подумала, неужели это то, что было найдено несколько лет назад. И была права. Это уже не первый раз в Риме, когда начинают ремонтные работы, находят ценный археологический материал. Если пьяца Албания находится в стороне от туристических маршрутов, и туристы сюда никогда не приедут, а эта площадь находится между станциями Тро-Чирко-Массимо и Пирамиды, то в палаццо Валентини, которое находится рядом с колонной Трояна, может попасть любой желающий. Там тоже был найден дом времен Римской империи. Я как-то рассказывала уже про это место. Как вы знаете, итальянцы долгожители. Так вот, синьора, которой более 80 лет, она прожила всю жизнь в этом районе, рассказывала, что когда она была маленькая, на этом месте было поле, на котором они собирались для игр. И мальчишки часто залазили в дыры, образованные в земле, и спускались вниз пустоты. Им удавалось найти разные предметы и осколки посуды. Позже на этом месте был возведен банк. В то время перед его строительством никто не проверял, что находится внизу. Возвели банк и запустили его работу. Представляете, сколько в то время было возведено домов, и сколько интересного находится еще под землей. Прошло какое-то время, банк снесли и начали строительство жилого дома. А теперь давайте спустимся в подвал этого дома и посмотрим, что же было обнаружено при его строительстве. Мы погружаемся с вами в мир, который исчез 2000 лет назад. Здесь, под землей, находятся остатки тех времен, которые были найдены при строительстве дома. Мы находимся на холме Авентин, одном из семи холмов Рима. Этот район был богат туфом, из которого была возведена сервиевая римская крепостная стена и построены домусы. При строительстве жилого дома было обнаружено много разных осколков посуды. Вот они. Это всего лишь малая часть из тысячи фрагментов, найденных здесь. Ваза, покрытая черной краской. А здесь мы видим на осколке маленькую звездочку, как украшение. Многочисленные осколки ваз, амфор, чашек. Одним словом, фрагменты жизни. Эпоха императора Адриана. И вот сюрприз, ради чего я пришла сюда. Чёрно-белая мозаика в форме маленьких и больших квадратов. И как и в большинстве мозаик, мозаика имела рамку. С помощью мультимедийных технологий были восстановлены недостающие элементы. А здесь археологи нашли стену, покрашенную жёлтым и красным цветом. И опять же, с помощью мультимедийных технологий можно представить весь размер стены в цвете. А вот ещё одна великолепная мозаика с виноградными лозами. Это где-то 180-е годы нашей эры. Прошло приблизительно 60 лет после мозаики, которую я вам показывала из чёрно-белых квадратов. С помощью мультимедийных технологий мы можем увидеть полностью мозаику. Видимо, хозяин дома решил сменить стиль украшения дома. Или вообще был новый хозяин или хозяйка. Автор мозаики изобразил даже птичку на веточке. Вот эти маленькие волны, изображённые возле листочков, могли быть символами движения. Как будто дует ветер и листья лозы приходят в движение. А сейчас, прежде чем идти дальше, покажу вам систему для стока воды Древнего Рима. Она тоже сохранилась. Археологов, которые работали здесь, ждал сюрприз за сюрпризом. Вот ещё одна мозаика. Эти рисунки расположены вокруг центра, а в центре изображён попугай. Насладимся красотой этой мозаики. Вокруг зелёного попугая находится узор в виде листьев синего цвета. При увеличении можно рассмотреть детали, сделанные от 2 см до 6 мм. Точно неизвестно, кто жил здесь, но, вероятно, одна из самых богатых и влиятельных семей Рима. Вы, наверное, помните из истории, что в этом районе жили люди, которые потом становились императорами. Такие, как Троян, Адриан. Слева находится ещё небольшая комната. И здесь была найдена мозаика с рисунком символа бесконечности. Можно даже представить обстановку тех времён. Сюрпризы на этом не заканчиваются. Под полом находится другая мозаика, которая была выполнена на 50 лет раньше. Под ногами стеклянный пол, а под ним другая мозаика. При археологических работах было обнаружено 6 уровней полов, один под другим, которые были сделаны в течение двух веков. Переходим ещё в одну комнату. Здесь мы видим мозаику, в центре которой находится ваза с виноградной лозой. Ваза была выполнена в цвете. А на виноградной лозе висят гроздья винограда. Вы только представьте, мы находимся в подвале жилого современного дома. Вот такие удивительные места есть в Риме. Это одно из тех мест, про которые я вам говорила, что хочу посетить. Теперь и вы знаете про домус на холме Авентин времён императора Адриана. Ну и если мы сегодня с вами находимся на холме Авентин, вставлю небольшой кусочек видео и покажу вам римский розарий. Розы уже давно отцвели, а я вам в этом году его так и не показывала. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за тёплые и искренние слова, за ваши поздравления и светлые пожелания. Мне очень приятно. Я надеюсь, что жизнь будет благосклонна и всё исполнит. Пусть и вам Бог пошлёт крепкого здоровья, радости, счастья, благополучия и, конечно, достатка. Ну и как всегда, если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, делитесь им с друзьями и до новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok